Здравствуйте, дорогие друзья! С вами радио Пятое измерение. Сегодня в рубрике «Ветер перемен» мы пригласили Полину Сухову в продолжение наших бесед о любви, любовь на уровне души. В предыдущих сериях, в предыдущих передачах мы рассказывали, Полина нам рассказывала о кармическом партнерстве, о том, что такое земная любовь, безусловная любовь. И вот мы вышли на такой уровень, когда мы решили вместе с Полиной провести такой эксперимент на радио. Как же реально все это происходит? В том смысле, что мы сейчас будем спрашивать, я буду сейчас спрашивать Полину непосредственно о том, какого она хочет мужчину, какого уровня. Ну вот все-все-все подробности для того, чтобы как бы вот в эфир, через эфир в пространство высказать вот такую мысль, есть ли вообще любовь на уровне души, притянется ли к Полине мужчина, к ее уровне, чтобы все это соответствовало, безусловно, чтобы это все было в любви. И вот такой проведем мы эксперимент, и мы в радио 5 измерения выступим в качестве, можно сказать, свахи. Ну вот я, Надежда Жаните, выступлю в качестве свахи для того, чтобы, ну вот, вживую показать и будем смотреть результаты, как, что будет происходить с Полиной, какие встречи. Или, может быть, мы, нам мужчины напишут, или кто-то напишет, и мы познакомим Полину с какими-то, в общем, поиск второй половинки для Полины Суховой. Полина, добрый день, очень рада тебя слышать в эфире. Итак, первый вопрос в сегодняшнем эфире. Расскажи, пожалуйста, как ты считаешь, любовь на уровне души в современном мире, возможно ли она? И конкретно про себя, какие у тебя, ну, взгляды, что ли, какой мужчина твоей мечты? Мои дорогие, всем доброго времени, очень рада, как всегда, быть на радио «Пятое измерение», приветствую команду и благодарю, и даже низкий поклон бью челом, потому что, действительно, это ребята, которые несут свет. Очень сильный, мощный, очень высокоэнергетическо-духовный портал, в котором находиться всегда очень комфортно. Всегда у меня здесь льются потоки информации, как бы даже не я частями, временами здесь говорю, а за меня, говорят, высшая сила. Поэтому, девочки, низкий поклон. Да, мы решили сделать такой эксперимент, признаюсь, и не все на это готовы, чтобы в прямом эфире, практически, мы хотим делать эфиры до тех пор, пока я не встречу, действительно, своего мужчину. И комментировать каким-то образом, рассказывать свои истории, то есть делиться с вами, мои дорогие, вот этим процессом, этапом, можно сказать, это такой, действительно, сериал в прямом эфире. И немножко сейчас мы поговорим, действительно, о любви с уровня духовности. Так, Надя, как ты сказала, подожди, Тима, сейчас ты вот очень хорошо сказала, а я немножко подзабыла, как это звучит. Любовь на уровне души. Вот. Мы все время говорим о том, что мы единая душа, или души как-то себя встречаются, они как-то себя узнают. Но в предыдущих передачах ты рассказывала, что вот это узнавание раньше, это были именно кармические партнерства. То есть это мужчины ходили для выполнения, или женщины встречались с мужчинами для выполнения своих задач. То есть эти задачи не всегда были, ну, как сказать, не то что положительными, они были порой очень жесткими. Да, это сильные ревности там, что-то происходило. Вот вопрос такой вот в современном мире. Можно ли все-таки найти партнера на уровне души, чтобы было все просто в отношениях, чтобы уже закончились отношения через взаимодействие, через боль и так далее. То есть вот как отношения, как какое-то решение, какой-то задачи, такой жесткой задачи в жизни. Перестройка друг друга, скажем так, убирание своего эго, перепритирание и так далее. Можно ли уже выйти на нормальные, хорошие отношения? Конечно, можно. Сразу скажу, конечно, что это случаи достаточно редкие. То есть это не вот прям тебе каждый второй. Потому что если взять статистику просто, как живут в основном люди, если взять 10 пар, посмотрите вокруг, даже просто в своем окружении, наверняка вы увидите, что есть достаточно какие-то разные уровни трения от самых жестких до нормальных, ну и совсем когда душа в душе живут. Ну вот таких пар меньше. Ну просто статистику сами проведите такую в своей жизни. И как же оказаться вот в этом маленьком количестве, в этом проценте, мы уже говорили в прошлых двух передачах, что пока вы не отработаете, да, вот как Надя сейчас сказала, не отшлифуете себя в отношениях максимально, да, вот тот истинный, который вы хотите душа в душу, чтобы пришел партнер, он вряд ли придет. Вот, это уже должно быть, ну да, вы подготовленные, то есть это где-то поощрение, где-то просто уже как близнецовые племена пришли друг к другу навстречу. Давайте немножко сейчас о близнецовых племенах, все-таки расскажу критерия. А вообще кто это? Еще раз напомню, что близнецовые племена, племена, это одна душа, кто верит в души, естественно, одна душа на томком плане разделенная на две части. Это как инь и янь, но они как бы одно целое, и вот их разделили для того, чтобы они параллельно в плотном плане набирали опыт. И соединяются, ну как есть такая теория, все равно ее проверить достаточно трудно, но в любом случае это очень много об этом говорят. И почему бы и да верить в эту интересную историю, потому что действительно как раз вот критерия, когда критерием, как узнать свою вот эту истинную душу, они действительно у многих людей совпадают, когда они встречают друг друга. Так вот, они приходят сюда не всегда, ну поры, естественно, и не всегда они соединяются в этом воплощении. То есть они могут развиваться один там в одной стране, там не знаю, в Америке, другой там в России или там в Китае. А те души, которые заранее запланировали встречу, как правило, они соединяются здесь под какую-то единую цель, единую задачу. Они знают ее, они вместе согласны, их не надо уговаривать, они знают, под что они пришли, как помочь друг другу. И, например, в примере, если мужчина и женщина, когда соединяются в этом союзе, то, например, женщина, как правило, отвечает за духовность, а мужчина за материальное. То есть могут, кстати, и наоборот. Здесь не столь важно, каждый как бы представляет определенную энергию, инскую или янскую. Даже вот наоборот это может быть, в плане того, чтобы наоборот научиться быть, например, женская такая, янская, ух, да, наконец-то ей научиться надо мужским, то есть женским качеством. И, соответственно, она может даже воплощаться, душа, то есть она может воплощаться наоборот, да. Ну, в общем, здесь не столь важно. Сейчас давайте немножко перейду все-таки к нормальной версии, когда мужчина здесь отвечает за янское, отвечает за материальную среду, он может развиваться успешно в каком-то своем деле. А женщина занимается какими-то своими интересными хобби, духовностью, развивается в этой сфере. Потом они соединяются, и два вот этих очень уникальных опыта, они соединяют и добиваются какого-то одного успеха, ну, не знаю, там создать, например, центр какой-то. Женщина вот всю жизнь мечтала какой-то реализационный центр создать, ну, это, к примеру, да, вот на мою тему. А мужчина, он материально развивался, и он очень хочет тоже помочь людям, а он материально подрос, не знаю, у него свое дело, он там, у него строительная компания, или там еще что-то, или где-то другое, там, ну, что-то, чем-то он занимается. И он помогает материально и поддерживает женщину в этом направлении, ну, как меценат. Вот, и какие же критерии? Давайте мы сейчас поговорим об этом, да. По каким же признакам можно узнать свою половинку? Ну, вот первое, это вероятность вашей встречи, она невелика, но это всегда есть необъяснимое совпадение обстоятельства, то есть незапланированное и неожиданное. То есть никак вы вообще не могли ожидать, что вы встретитесь в каком-то таком месте, и вдруг вы встретились. Это мгновенное ощущение, что вы откуда-то знаете друг друга, глядя в глаза. Просто взгляд, просто вы услышали голос. У меня вот одна девочка написала уже за ей в 45, и она говорит, Полина, она была моей ученицей, она говорит, Полина, я нашла его. Это было просто, я узнала его по голосу. Говорит, мы сейчас живем душа в душу. У нее двое детей взрослых, вот у него там своя семья была, вот они встретились. И в этот момент, когда они встречаются, происходит чувство немедленного и глубокого соединения между ними, энергетическое прежде всего. Это как электрический разряд, который пробегает между вами, он не поддается никакому описанию, это вот нужно просто ощутить. И человек не пропустит этого. Отношения начинаются, как правило, сразу, мгновенно, как будто двое влюбленных встретились после долгого расставания. Вот реально, как будто вы знали друг друга всю жизнь. И чувство глубокого единства, которое вы не чувствовали никогда раньше. То есть это, вы знаете, он – это я, я – это ты. Как бы, знаете, действительно единое целое. И уже вы не можете даже представить себя, как вы будете без него. Нет никаких барьеров в общении между вами. Вы можете разговаривать на любые темы, вечно у вас всегда будет о чем поговорить. И очень сильное желание, ну, служить человеку или дать ему, отдать вот это, не взять. Потому что многие женщины, вот, да, я хочу мужчину, вот, чтобы он то-то, то-то, то-то делал, то-то, 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 там, закрывал ее потребности, там, полочки прибивал, решал какие-то, там, проблемы, если возникают серьезные, там, куда-то поехал с какими-то документами, да, я всегда женщина говорю, да, что ты можешь ему дать. И вот здесь даже не возникает, что я хочу от него, я хочу отдать. И это обоюдно ровно. Даже, знаете, как есть такой, мне нравится один афоризм, когда хорошие отношения только тогда становятся хорошими и все улучшается, если один партнер дает чуть больше, чем дал ему другой. И это всегда, знаете, как пинг-понг. Вот ты отдал и чуть больше, и тот отдал и чуть больше. И вот тогда отношения действительно растут, они всегда хорошие. То есть, когда в одни ворота, это невозможно, это, они не долгосрочные. Рано или поздно это закончится. Это не только в отношениях, но и в дружбе людей. Вернусь к критериям, значит, партнеры могут зависеть. Полина, можно я пока сразу вопрос? Вот, значит, по критериям, то есть встреча может быть неожиданной. То есть это не то, что люди работали 10 лет в офисе, потом раз у них что-то щелкнуло, они вот полюбили друг друга. Это как бы новая встреча? Или все-таки может произойти некое узнавание того человека, с которым ты раньше общался или, может быть, дружил? Хороший вопрос, Наленька, смотри. Здесь получается следующее. В принципе, такой вариант тоже возможен, но вот когда они первый раз встретились на работе, это должно быть все равно вот этот разряд, вот эта тяга. Ну, допустим, один человек женатый, другой там тоже там замужем, и есть определенные там обязанности, естественно, они не могут проявить это. Вот, и у них есть эта внутренняя тяга у обоих, прям тянет, тянет, тянет очень сильно. Есть обстоятельства, да, которые не решаются. Это может даже длиться долгими, долгими, долгими годами, что вот, да, они все туда-сюда вот менжуются на вот эту вот встречу. Но потом может это произойти, они могут соединиться, могут нет. Но, как правило, близнецовые племена все-таки, они вот сразу рушат все старое, и, собственно говоря, они идут в новые отношения моментально практически. То есть они готовы кинуть все, потому что тяга невыносимая. Они не могут просто жить без самого себя, это его вторая половинка. Вот, и здесь вот такие критерии. Если вот просто, ну, вам симпатичен человек, ну, вроде хочется с ним побыть, вроде нет. Ну, это нет, это точно не сюда. И тут важно понимать, что отношения действительно удивительно духовные. Чувства не имеют предела, и секс никогда они не считают чем-то низким, греховным, чем-то таким. Это, наоборот, проявление высшей любви. То есть это все вкупе, это все прям действительно на очень высоком уровне. И не хочется контролировать человека ревности, конкурировать друг с другом, претензии друг к другу. То есть это тоже маловероятно. Ну, есть просто вот сели, поговорили, обговорили. Это уже высший пилотаж такой. Есть, конечно, еще такие пары, даже в близнецовых пламенах, когда они, есть очень крайние случаи, когда один очень янский, другой очень инский, и они друг друга обучают, как бы, знаете, взаимному контакту. Тоже бывают эти случаи, но это уже, знаете, немножко другая история. В принципе, да, варианты бывают разные. И это вот не сказать, что прям только-только вот такая любовь сверх. То есть есть задачи, задачи у них тоже стоят, в принципе, по жизни разные. Но вот эти вот чувства, то есть мы ориентируемся понять, близнецовая это половинка твоя или нет. Это именно по чувствам, да? То есть это... Прерву такой вопрос. Можно ли так сказать, что вот эти встречи, вот они действительно какие-то необычные, что их такой основной задачей, это всё-таки вот как в Мастере Маргарите, да, выйти к свету? То есть вместе рука об руку, идти дальше по духовному совершенствованию и уже выйти, ну, я не говорю, что умереть, а вот именно в теле дальше развиваться. Или здесь у них могут быть у каждого другие задачи? Ну, однозначно я тебе скажу, что у каждой пары это вообще стоит цель такая, выйти, да, вот чтобы духовность, каждый уровень, то есть уровень разный может быть, но вообще, собственно говоря, цель у всех. А у близнецов, у пламенов, конечно, это обязательно. Тут вот можно сказать, что про них самого такого главного, что они являются ещё зеркалами друг друга, потому что один инский, другой янский. И чего не хватает, например, в этой части там у инского янского, он его зеркалит, и тут обучает ему. И вот это обучение бывает сложным, да, научиться, не знаю, там, если инская, мы расплываемся, женщины, да, у нас нет планирования, мы как-то всё по течению, всё как-то как вот, мне нравится такое выражение, потому что я хожу ещё в бизнес-сообщество, предприниматель, потому что я, и там очень часто говорят о женском бизнесе. Женский бизнес – это по интуиции. А мужчина – чёткий план, да, он не понимает, что такое интуиция, да, ну, хотя многие, кто её использует плюс к своим янским способностям, анализ, логика, рационально, планирование, вы знаете, прямо от ума, да, то вот как раз в этой паре женщина добавляет мужчине вот этой интуиции, да, чтобы вот, да, в своём потоке быть, на своём пути, а мужчина добавляет вот этого планирования, логики, сознания, чётко быть приземлённым, да, вот с якорённым каким-то, с земным, а не просто там где-то витать в облаках, и, собственно говоря, кроме того, как ты витаешь, ничего не происходит в жизни, в реальности. Вот такое заземление происходит у женщины, а у мужчины происходит, наоборот, верх его нужно поднимать, да, ну, помогать ему, чтобы он сам стремился к этому. Ну, это вот такие вот критерии, которые помогут понять всё-таки. Вот ещё можно такой вопрос, а если вот существует наоборот, то есть женщина как бы уже вошла в духовность, она, может быть, даже пробуждённая или там просветлённая, а мужчина вот ещё, пусть даже это её половинка, он ещё вот такой вот земной, то есть или наоборот, мужчина вот он как бы в духовности, вся женщина такая вся земная, и вот дома, занавесочки, но они вот встретились, и у них вот это произошло, то, что ты сказала, вот эта искра. То есть они ещё и друг к другу подтягивают. Да-да-да, это абсолютно так, потому что у одного провал в одной стороне, а у другого провал в другой стороне, и вот это как раз здорово помогает. То есть мы друг другу здесь, собственно говоря, и помогаем в этом плане. И это очень вот, ну, как бы здорово, потому что одному тяжеловато, а вдвоём, да, это гораздо легче. То есть у них объединение ресурсов происходит на самом деле. Это очень здорово, и очень прям вот плодотворно получается развиваться. И, собственно говоря, тогда вот эти две половинки, они приходят в тонкий план после своего замечательного воплощения, и они как бы, да, я смог уравновесить свою внутреннюю мужскую и женскую часть. По сути своей, это есть задача такая, как раз сгармонизировать вот эту мужскую и женскую часть. А у нас у всех они, как раз, можно сказать так, да, у всех в разной степени развиты. Ну, заодно воплощение, это, конечно, трудно сделать, но вот когда происходит вот это слияние двух половинок мужчине и женщине именно вот в этой паре близнецовых пламён как раз происходит, ну, как бы такая точка жирная, хорошая в развитии самой души. Таким образом, это всегда, ещё раз напомню, критерий следующий. Это искра. Вы сразу понимаете, это он. То есть у вас нет сомнений. Вот просто. Он настолько знаком, он настолько вам родной, он настолько вам энергетически подходит, что здесь даже не может никаких быть сомнений в этом. Вот. И, ну, это немножко не то, что как инстинкты, как есть энергетическая привязка, да, на уровне там секса и прочее. Это разные вещи. То есть всё-таки это нужно понимать и разделять. Вот такой вопрос, извини. Вот у нас некоторые эксперты выступали и там говорили про чакры, что вот полное единение происходит, когда вот эти все чакры, они как-то между собой вот так соединяются. Это вот об этом или это немножко в другую сторону соединения по чакрам? Ну, я честно признаюсь, я не эксперт по чакрам. Я, конечно, знаю, что такое чакра, да, за что они отвечают, как они работают, как их прокачать, да. Но в этом плане я не могу ничего сказать, потому что, ну, я не исследовала вопрос по чакрам и вообще близнецовых пламён. Я встречала в своей жизни, наверное, только несколько пар в своей жизни, и глядя на них, я смотрю, что вот этого единения, о котором как раз я говорила, оно, ну, единичное. То есть, да, всё равно есть вот противоположность очень сильная, как зеркала. А ещё, собственно говоря, люди работают над этим, над своими качествами. То есть, есть задача, но они спокойно работают. То есть, они вот буквально в смысле, ну, так вот, без каких-то скандалов, без каких-то это, то есть, есть тяжеловато, но помогают друг другу. Вот. В любом случае, это вот эта очень сильная внутренняя тяга, тяга понимания. Он – это я, я – это ты. Вот. Ну, сейчас давайте, наверное, я ещё хочу рассказать о том, что мы как раз перед этим говорили с Надей, перед эфиром, что сейчас, естественно, женщины ищут больше отношений. Мужчины как-то, они более спокойны к этому, кому-то хочется, но у них нет такой целенаправленной прям идеи фикс, да, там, жить женщиной. Вот у женщины, это даже инстинкт где-то, да, вот это состояние одиночества их толкает, как я буду одна, и, собственно говоря, им очень хочется быть в паре, да, это инстинкт у женщины, она должна быть востребована, она должна быть здесь под защитой, под какой-то, вот, и у женщин сейчас, то есть, женщин больше, мужчин меньше, и в разы, буквально. Причём у женщин, особенно, которые на постсоветском пространстве, у них очень высокие критерии, завышенные такие, да, они хотят всё, что невозможно вместить в одном человеке, чтобы он и зарабатывал материально, чтобы он был ответственный, чтобы он там, не знаю, не строил у себя жертву, чтобы он духовно там был развитый, ну, в общем, всё, всё, всё собрать со всех, да, самых лучших, отдельных черт, каких-то, то есть, отдельных людей, отдельные черты, да, и чтобы это было всё в одном. Невозможно это сделать. Поэтому как-то женщина должна всё равно в любом случае, потому что, некоторые, вот, женщины говорят, он должен быть духовный, материально мне не важно. Я говорю, хорошо, девочки, я говорю, представьте, если вот он будет сидеть в духовности и не будет зарабатывать, только будет мантры читать, там, ну, не знаю, на ретриты какие-то ездить, за ваши деньги он развивается, вы долго будете его терпеть? Да не, я говорю, ну, месяца два-три посмотрю потом, зачем он мне нужен такое. Вот, поэтому какая-то здесь гармония должна быть, да, в любом случае. А что с этим делать? Ну, это в любом случае нужно действительно здраво подходить к этому вопросу, потому что невозможно в одном человеке, ну, сделать такой идеал и найти его. Конечно, бывают чудеса, но это один, я не знаю там, тысяч миллионов, или, может быть, ещё больше цифра. Да, может быть, и не надо, потому что развитие, собственно говоря, не происходит в таком, когда у вас рядом идеалы, у меня одна девочка тут написала, говорит, я тут, у меня муж, я его тяну к духовности, к духовности, и тут очень хотела, желание вожделения прям такое было, и свершилось. То есть там, я уж не знаю, что там, не помню, вот что произошло, но он действительно у меня и стал на несколько месяцев духовным. То есть он окунулся в эту тему, что-то там вот прям случилось, прям резко такой переход. И она пишет, Полина, мне стало до тошноты противно с ним. Потом он и вернулся, она сказала, всё, я не хочу, пусть он возвращается по своим темпу, он идёт, всё будет хорошо. Вот он вернулся, и она так успокоилась, и он идёт в своём темпе, и всё хорошо. Мужчины, они всегда немножко запаздывают в духовном развитии, нужно понимать, что они отвечают за другую сферу материальную. И если, допустим, совсем человек, мужчина уже в духовности, вот мы тоже с Надей об этом говорили, она проводила свой опыт, а ему уже вообще по барабану семья, женщина, он как бы ушёл, условно говоря, в монахи. Ему эта тема уже неинтересна, он прошёл эти этапы, он сосредоточился на служении. Так вот, оптимально, это когда мужчина, действительно, он развивается материальным, да, он умеет зарабатывать, и это даже не то, что сколько он умеет денег, это не в этом, вот женщины, нужно понять, если у него есть дом, женщина ищет богатых. Да сколько было случаев, когда очень богатый человек, у меня просто реально есть случай, когда женщина очень богатый человек, а у неё нет карманных денег даже, она каждую копейку выпрашивает, каждый чек, она отчитывается, куда она потратила, вот он богатый, но ей ничего от этого не перепадает, хотя там общие дети, да, и там тоже всё под контролем. А вот человек, который умеет из любой ситуации вынуть ресурс, да, такие талантливые люди есть, да, они никогда не плачут, они всегда умеют, где подработать, заработать, то есть, знаете, вот есть такие успешные люди, как их не банкротить, как они только не опускаются на нуль, они всегда потом выходят наверх, вот, то есть и разного уровня, это не должен быть обязательно какой-то очень богатый, ну, в плане вообще, да, достатка, а это может быть и просто, извините, обыкновенный какой-то слесарь, или обыкновенный электрик, или там ещё, но он всегда может, то есть, он не лежит на диване, а, да, он, хоп, пошёл, заработал, нашёл, то есть, у него как-то в голове есть вот этот, или даже не в голове, в характере есть жилка предпринимательства, вот, но очень здорово было бы, если бы этот мужчина был открыт к духовности, на своём уровне, то есть, ему было бы интересно, хотя бы в какой-то мере, что он, ну, чтобы он разделял взгляды женщины, но женщине нужно разделять взгляды мужчины, здесь должно быть обоюдно, вот, всегда они не бывают в одни ворота, и вот, например, у меня критерии к мужчине, ну, естественно, по моей прошлой жизни, и я всегда вот говорю, какие критерии, да, чтобы вот действительно, вы сами хотя бы первые приоритеты расставили, девочки, давайте сейчас вот как раз мы этим займёмся, то есть, что вы хотите на первом, на первых хотя бы трёх уровне, чтобы было в вашем мужчине, но вы должны соответствовать ему, вот, это должно быть обоюдно, не только у мужчины это должно быть, и у вас, и это тогда будет, вот такой пинг-понг, и действительно будут хорошие отношения, первые критерии у меня, это любовь, это должна быть та искра, потому что, ну, я общаюсь тоже со многими мужчинами, и поверьте мне, у меня есть поклонники, и они мне пишут, и они говорят, насколько они там, ну, любят меня, насколько они даже не могут, ну, справляться с своими какими-то физическими, вот этой тягой, но у меня к этим людям нет никакой, вот, обратной этой связи, у меня нету, значит, всё это, вот это вот, ну, как искра, и о которой выливается, вот это понимание, это он, вот это он, да, вот это первое, и, соответственно, вот эта искра он, оно выливается в любовь, да, вот это вот, вот первый критерий для меня. Алина, вот я немножечко вставлю, здесь именно, я так понимаю, что должно быть обоюдно, да, то есть, бывает так, что, например, женщина, вот женщине нравится, вот тебе, допустим, понравился какой-то мужчина, ну, ты чувствуешь, что с его стороны, вот нет вот этой искры, и здесь вопрос, например, вы начинаете общаться, и ты ждешь, а через год, может быть, эта искра появится. Вот некоторые психологи говорят, что не ждите, ни с той, ни с другой стороны, вот она не появится, вот этими, ну, как бы, мы просто теряем время, если мы хотим, вот, ну, быть вместе, вот так ли это? то есть, вот эта искра, там, ну, я не говорю прям сразу, как вот в фильмах, там, раз и все, но все-таки, достаточно короткое время, как ты сказала, да? Вот тоже интересный вопрос, ты знаешь, я много встречала таких пар, которые говорили, выходили замуж, женились, вроде ничего не было, потом откуда-то появилась любовь, и вроде все хорошо, и 30 лет живем. Немножко другой вариант развития событий, здесь любовь, она может быть на уровне уважения, действительно глубокая, проникновенная, ну, такая вот, вот, вот такая прям вот, да, но это другая история, мы же не можем, особенно те, которые ищут, особенно у тех, которые возраст, там, не знаю, там, за 40 лет, или там даже за 30, да, и ждать, когда у нас любовь, это, ну, возникнет. В те времена немножко по-другому люди жили, это больше возрастные такие истории, вот, когда, да, там просто женились по каким-то причинам, да, и, соответственно, там 10 лет ждали, 20, на 30 лет проснулась эта любовь. Это может быть проснуться безусловная любовь, то есть, например, как у меня, кармическому партнеру, да, безусловная любовь высшего порядка, я очень его люблю, но нет и этой искры, нет и этой любви, как мужчине, да, вот, поэтому немножко о другом мы говорим, все-таки, если нет этой искры, да, вот, обоюдность двух сторон, абсолютно, вот, там делать нечего, терять время на создание каких-то отношений, ну, попробовать можно, почему бы, да, это, но это тренажер, на них можно, как я говорю, в хорошем смысле, вот, в хорошем смысле, поймите меня, это потренироваться, потому что пока ты не пройдешь какие-то кармические отношения, то и не придет вот эта вот, да, вот искра, которая. Так вот, вернемся ко второму критерию, второй критерий, это адекватность партнеров, когда, мне вот спрашивают, а что такое адекватность партнеров, ну, в моем случае, например, это было с кармическим партнером, неадекватная реакция на любые какие-то мои действия, ну, я там приехала, чуть запоздала, или даже много запоздала, по определенным причинам, не без разбора, начинает выяснять отношения, где ты была, с кем ты была, что-то там делала, и вообще, вот, больше не поедешь, и все, то есть, вот, неадекватная реакция на вот все, то есть, это переворачивалось все с ног на голову, и мне очень важно, чтобы без скандалов, да, спокойно, вот, если что-то случилось у одного, у другого, сели, и спокойно, вот, знаешь, отговорили, один говорит, другой выслушивает, без претензий, и говорит, родной, или родная, все будет хорошо, мы решим этот вопрос, чтобы поддержка была, чтобы не наоборот, чукали и топили, если ты ошибся, а чтобы наоборот, это была поддержка, это вот реально тогда, это все. Алина, можно я тоже здесь немножко задам вопрос, вот, есть такое понятие, как ревность, ну, это эгоизм, то есть, ты хочешь все-таки партнера, который в себе, ну, какую-то часть эгоизма уже прошел, то есть, он понимает, что вот, даже если у него что-то внутри возникает, ну, такое, ну, бывает же у мужчины, такое чувство собственного, он это не выражает вот так вот явно, или выражает спокойно, и все, или, например, даже если ты задержалась, то есть, он все равно выражает беспокойство, где же ты, Полина, была, да, но адекватность в том, что больше разговаривать и общаться, правильно я понимаю? Да, абсолютно верно, я бы еще так сказала, вот, когда есть беспокойство о человеке, что о любимом, да, я просто вот историю свою расскажу, да, когда я случайно из Подмосковья села в электричку, которая шла в обратную сторону, а не в Москву, вот, и вместо того, чтобы приехать там через час в Москву, я уехала через, ну, еще на целый час в обратную сторону от Москвы, и, соответственно, мне нужно было еще два часа добираться до Москвы туда, а так получилось, это было уже темно, и у меня были наушники, я не слушала там, как это, куда, ну, куда я еду, то есть, я была в хорошем настроении, смотрела, ну, слушала музыку, смотрела в окно, в окно темно, ну, и, в общем, вот такое, и когда я приехала, ну, во-первых, я когда оказалась в Воскресенске, в один часов ночи, вместо того, чтобы в один часов уже быть дома, я обалдела, ну, когда я уже помнила, что что-то я долго еду, и в Москву как-то я не приезжаю, вот, я стою в один часов ночи, в Воскресенске, в платформе, звоню ему, я знаю, что мне будет сейчас, вот, будет не весело, да, я ему объясняю, да, он, ну, естественно, там что-то прокричал, и я понимаю, что сейчас назад я когда приеду, мне будет весело, ну, действительно, там было интересно, но тот человек, который действительно волнуется, любит, он скажет, да, родная, где ты есть, я сейчас за тобой приеду, да, один часов ночи, женщина, где-то на какую-то платформу, да, бывает такое, да, вот такое случилось, ну, другая реакция была бы, да, а не то, что там за мной приехать. Если даже не приеду, то хотя бы там побегу встретить в Москве, или там сяду на электричку, которая идет на встречи, мы встретимся вот там в каком-то там в середине. Ну, конечно, то есть, ну, была бы какая-то проявлена забота, а здесь кроме как, ну, претензий в жесткой форме не было, и действительно, потом мы разбирались еще несколько часов, но я применила все свои практики по психологии, у меня даже статья, я написала, потом эту книгу вложила, кто инопланетян больше мужчин и женщин, то есть, как вообще вот с такими ревнивцами, ну, то есть, это всегда понимание, и женщина, например, когда мужчина пришел, не знаю, там, потерял миллион, женщина на более низком уровне сознания, которая живет только по инсин, которая не любит человека, или просто вот привыкла так все вечно тыкать человека, близкого, она будет пилить его, да как, да я говорила, да не надо этого было делать, да, то есть, мы начинаем топить, очень часто, да, близких, а здесь, да родной, ну, миллион, здоров, все хорошо, справимся, то вот поверь мне, все будет хорошо, сейчас сделаем выводы, отдохни, вот дайте, расслаблю, массажик тебе сделаю, переспи, завтра поверь мне, как-то разрешиться, и от этой реакции женщины, и она успокоила мужчину, он действительно, вселенная по-другому решает вопросы людей, то есть, она все же делается ради наших реакций, мы спокойны, и реакция, то есть, ситуация разрешается. Полина, можно ли я вот еще такой задам вопрос, ну, вот ты сказала, мы, конечно, говорим сейчас не о девушках, там, 17 лет, которые мечтают о белом принце, на белом коне, а все-таки о людях, которые прошли какой-то свой урок, и вот, когда мы трансформируем, вот этот негативный опыт взаимодействия, там, например, с мужчиной, вот у тебя, там, у других женщин, или у мужчин с женщинами, то тогда, после этого, в наше поле может притянуться мужчина, например, с серьезными намерениями, то есть, мы уже как бы этот опыт, ну, как это говорит, урок выучили, идем дальше, вот так вот, да? Абсолютно, грабли уже все, мы оставили где-то, соответственно, ну, серийные уроки повторяются до тех пор, пока вы не поняли, что от вас хочет Селена через партнера, вы поняли, вы изменили себя, это главный критерий, изменили себя, у вас другая реакция на ситуацию, в ваших мыслях, эмоциях, действия, соответственно, и намерения ваши другие, и если, я все время девочкам говорю, поставьте намерение, когда вы партнера хотите, чтобы вы прежде всего думали о том, а чем я могу помочь этому, ну, своему партнеру, который придет, что я могу дать ему, я много женщин спрашиваю, она хочу замуж, я говорю, хорошо, вот зачем, ну, хочу, чтобы он выполнял то-то, 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 говорю, а ты что ему дашь, ну, я ему буду готовить, я говорю, он сейчас может в кафе в любом покушать, это ему дешево, и все, говорю, так же постирать, так же там кого-то нанять, я говорю, быт, это вообще ерунда, ну, вот, что еще, ступор у женщин, они только в обратную сторону думают. То есть вы ушли уже от того, как там 100-200 лет назад, мужчина не мог жить один, потому что он где-то работал, или в поле, или где-то там, да даже 70 лет назад, там на заводе, или там, не знаю, руководящей должности, ему в 50-е годы взять, ему нужно было обязательно женщина, или там, женщине-прислуга, чтобы вот это все бытовые взять на себя. Сейчас вообще нет, по-моему, таких вопросов, ну, в современном мире, особенно у деловых мужчин, да, они могут себе, правильно ты говоришь, Полина, они могут себе хоть 10 женщин нанять, и каждый будет делать, одна готовит, другая стирать. Но души-то в этом, ну, то есть это будет просто, ну, да, ну, выживание, скажем так. А наверняка современным мужчинам тоже ведь хочется вот этого, ну, духовного общения на уровне, то, что ты говоришь про мужчину, это может быть и у женщин, у мужчин такие потребности, им тоже хочется любви, им тоже хочется адекватности, ведь женщины, очень многие капризны, начинают истерики, и мужчины, когда прожившие несколько лет или много лет в браке, они просто говорят, ну, брак это вот, да, ну, такие, в пылу, скажем так, в пылу, говорят, зачем же я женился, о, господи. Да, 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 я хочу сказать, что хотят мужчины, потому что я тоже исследовала этот вопрос, и я всегда говорю, девочки, хотите узнать, ну, даже есть такой вопрос, девочки, рам, развивают женственность, я говорю, а вы узнаете у мужчин, что такое женственность, вот что это такое, задайте десять, десятеры, десятеры мужчинам этот вопрос, и пусть они по своим критериям вам ответят. Так вот, мужчинам нужна женская энергия, женская мягкая энергия, которая наполняет их, именно, ну, сейчас не секрет, мужчины все живут за счет женской энергии, ну, если они в парах, и все такое, как бы там ни были какие отношения, все равно женщина является источником энергии, ну, это во всех мировоззрениях, и везде, и всюду об этом говорят, и это действительно проверяется на опыте, потому что, когда женщина, ну, расходится мужчина с женщиной, больше всего страдает все-таки мужчина, он действительно обесточен, если у него нету другого источника энергии, да, если он не подключен к высшему источнику, то, соответственно, у него является только женщина, вот, и они очень сильно страдают, вплоть до, там, болезни, кто-то даже может умереть, там, ну, редко, но все равно, так вот, женщина что может дать? Этот как раз бесконечный источник энергии, который будет мотивировать, наполнять человека на подвиге, на внешние, вот это, да, на то, чтобы принести большого мамонта, чтобы там какие-то идеи, миссы, реализовывать, идеи, может быть, и женщина тоже давать, то есть она и должна быть вот этим вот вечным генератором, да, который будет помогать мужчине работать, тогда он и принесет это материальное, если она должна быть легкая, вот мужчинам нужна легкость, вы знаете, вот это заморочки, да, вот эти все вот, вынос мозга, они все говорят, вынесла мне мозг, это все вот, вынесла мне мозг, все, с такими они, и они боятся уже, у них уже такие якоря, так вот, вот с первым, что женщина нужна работать, это вынос мозга, а это должно быть, еще раз говорю, возвращаясь к второму пункту, адекватность, когда вы сели, спокойно и поговорили, родной, ну, ты мне ничего не должен, но в то же время, да, ты мне, ну, мне хотелось бы, я мечтаю об этом, чтобы вот это происходило, вот это, вот это, нужно больше их благодарить, а, вот, кстати, я уже в прошлой серии, по-моему, рассказывала про женщину-таксиста, который плакал, плакал со мужчиной, что говорит, женщина не благодарит, не радуется тому, что уже есть, да, а только требует денег, да, и пинает, иди, зарабатывай деньги, и выносит мозг, да, вот, ну, мужики терпят, но все равно это очень тяжело, так вот, тут вот нужно вот на это особое внимание обратиться к женщине, если женщина легкая, если женщина действительно мягкая, если действительно она наполнена сама энергетикой, она светится, она светится, я помню, когда мы после тренинга с девочками в кафе стоим, ко мне два мужчины подошло просто так, один, правда, выпивший был, ну, вот у них, ну, ну, все кафе смотрело на меня, потому что мы так, ну, как бы ярко там общались, сидели, на нас всех смотрели, на меня в том числе, и двое, как вот факт, подошли ко мне, один, значит, захотел познакомиться, выпивший, а второй меня пригласил постарше в консерваторию, но я смотрю, что это не те, кто мне нужен, и, соответственно, я очень мягко отказала, вот, и третий критерий, наверное, для меня лично, мужчина должен, ну, он ничего не должен, ну, вообще, то есть в его жизнедеятельности, мне он точно ничего не должен, а мужчина в своей жизнедеятельности, у него есть какое-то дело, то есть действительно он горит каким-то направлением, что-то делает, это может быть разный уровень, но это вот действительно человек, у которого есть, это даже не хобби, это даже, ну, его как предназначение, и он вот, ну, как-то развивается в этом направлении, это может быть малый бизнес, это может быть средний бизнес, это может быть крупный бизнес, но он занимается своим делом, а у меня картина такая, да, я духовный человек, у меня свое, у него свое дело, у меня свое дело, у нас есть общее взаимодействие, ну, как бы общая картина, Нет, у нас есть общие точки соприкосновения, это главная любовь наша, да, и мы поддерживаем, я даю какие-то ему рекомендации, если ему нужно в его деятельности, он дает какие-то рекомендации и помощь какой-то в моей деятельности, это какой-то обоюдный союз двух людей, которые состоялись. Вот если один там никак, он еще ничего себе, ну как-то в жизни ничего там не сделал, да, что-то такого, ну на меня этот человек мало будет интересен как мужчина, потому что все равно я женщина, инстинкты, их никуда не деть. То есть если человек просто, просто работает, ходит за зарплату и у него нет вот этой горящей глаз и идеи, что там что-то нужно там сделать, улучшить, что-то привнести в этот мир, ну думаю, вряд ли меня этот человек такое заинтересует. То есть все равно это должно быть какое-то свое дело. Он развивается в этом деле, я развиваюсь в своем деле. Мне не нужен тот духовный гуру какой-то, рядом монах, который будет тоже как я там вместе и это. Мне будет это неинтересно, это точно. Человек, у которого есть свое, ну как предприниматель какой-то, да, развивается, но у нас есть очень много о чем поговорить. То есть вместе, ездить куда-то, да, путешествовать, просто лежать дома, не знаю, обнявшись, слышать какую-то музыку, разговаривать и какие-то такие моменты, ну вот этого единения. И это как раз вот тот вариант, когда мужское и женское, инское и янское, оно соединяется, дополняется. Ну, и каждый готов внести вклад в своего человека, не то что равный, а чуть больше, чем тот дал ему в ответ. То есть, да, вот этот вечный пинг-понг и чуть больше. То есть это всегда обоюдно и всегда вот это вот должно быть на равных. Но это вот как бы мои основные критерии. А когда вот просто даже семинар у нас был, девочка одна говорит, мне, говорит, не нравится все время, говорит, мужчины, они все не так делают. Так, поверьте мне, каждый человек, он же не знает вас вообще, не знает вообще ваших потребностей, ваших ожиданий. Да, и, соответственно, когда мы не получили эти ожидания, еще нужно научиться проговаривать. Кстати, потом человек обижается на то, что они эти ожидания не соответствовали, да, как вы там себе нафантазировали. И все, и женщина уходит в обиду, в претензии, а вот то-то, то-то, то-то элементарные такие вещи, которые давным-давно уже каждый должен человек над этим работать осознанно. Кстати, вот 24 декабря и 27 у нас два дня интенсив идет по обидам. Вообще за обиды очень, вот у меня на ютубе, кстати, выходит новое скоро видео про обиду. Что такое обида, что за ней скрывается? Это как, знаете, сфрут, за которым стоит очень много. Почему вот люди, многие говорят, да, болеет сейчас серьезно раком, женщины, особенно женские органы страдают. Это как раз вот об этом. Женщина там сама себе напридумывала, что она хочет, мужчина не выполнил, не умеет коммуницировать. Вот, кстати, второй пункт про адекватность и разговор. Это как раз о том, что люди уже настолько зрелые, что они могут сесть спокойно и обо всем поговорить. Без претензий, без агрессии, без злобы. Они могут друг друга успокоить, да, могут коммуницировать. Если есть эта коммуникация, все остальное, ну, любовь, коммуникация, все остальное ерунда. Все остальное можно договориться, а вот если нет вот этого второго пункта, мои дорогие, вот здесь вообще все, вот просто труба. Отношения, если один хочет разговаривать, другой не хочет разговаривать, да, давай замнем там. Вообще ему больно это обсуждать, вообще он не хочет это обсуждать. Как я всю жизнь с кармическим партнером, да, пыталась изначально выводить на нормальный диалог адекватный, да, чтобы спокойно поговорить. Нет, нет, человек не хотел, если он их разговаривал только в своей форме. Агрессии, претензии, скандалов, вот этих вот, всяких вот, да, и я просто закрылась потом, я просто перестала вообще что-то говорить, потому что чем больше ты разговариваешь с этим человеком, тем больше он из мухи, как это, слона делает. То есть там, ну, просто вот, чем больше ты слов говоришь, тем больше, знаешь, геометрическая прогрессия, тем больше скандала получается. То есть каких-то вот таких вот у нас адекватных разговоров не происходило. Человек замыкается, то есть если неадекватная реакция с обратной стороны у человека всегда происходит, то другой просто замыкается и молчит трубочку. Все, страх. Алина, можно я еще вставлю вот такой вопрос? Значит, мы сейчас обсудили с тобой четыре пункта, ну, что ты хочешь, ну, непосредственно твое видение мужчины. Но, может быть, в следующих передачах мы продолжим, а сейчас хотелось бы немного поговорить о том, ну, а как, ну, а где, как говорится, искать. Ведь, да, с одной стороны, мы хотим, чтобы там нам позвонили в дверь, мы открыли, и там этот мужчина стоял по какому-то там вопросу, или что-то, или где-то мы там встретились. Но есть же, вот, например, сайты знакомства, и есть миф о том, что, ой, через сайты знакомства не встретишь. Но есть такие, не организации, а, как сказать, фирмы, которые называются там, по-моему, свахи, или как-то, которые предоставляют вот какие-то услуги. Ты приходишь в свою фотографию, и они тебе уже ищут. И это основано на том, что в современном мире люди очень заняты. И, конечно, допустим, какой-то деловой мужчина, вот как ты говоришь, там, не знаю, директор с там какого-нибудь завода, или, ну, не знаю, бизнесмен, или просто вот там художник, но очень занятый он, но не будет бегать, искать, и там не будет сам где-то, может быть, он сидит там себе и рисует, где ему найти. И вот есть такие организации. Как ты смотришь по поводу сайта знакомства? И здесь второй вопрос, как, это я уже как сваха тебе вопрос задаю, как ты смотришь на то, что это может быть иностранец, и, ну, допустим, бывают иностранцы, вернее, бывают русскоговорящие, живущие в другой стране, это одно, да? То есть у нас все-таки менталитет, а бывают вообще чистые иностранцы, там, на иностранном языке, там, не знаю, Америка, Австралия, что у нас там, Италия, Германия. Вот как ты к этому относишься? То есть как бы ты, ну, расскажи твои вот потребности чисто, как сказать? Поняла, да, национально. Нет, вот чисто даже тут уже не о духовности, не об эмоциях. Сможешь ли ты, например, переехать куда-то за мужем, да? Если вот произойдет то, что ты вот эти четыре пункта описала? Или все-таки у тебя хочется, ну, как-то вот в России остаться? Ну, начну с того, что Россия – это действительно то место, где меня наполняет силой. Это я уже проверила путешествия целый этот год, да? Чем больше я нахожусь вне России, тем больше я как-то вот ресурсов теряю. Это действительно то место силы, которое меня наполняет. Я очень люблю эту территорию, я люблю эту страну. И, соответственно, мне здесь очень хорошо. Я думаю, что в любом случае я открыта ко всему, вообще ко всему. То есть к иностранцам, к другим странам. Это нужно же пробовать. Я же не знаю, как это будет со второй половинкой. Вот, но все равно как-то у меня взгляда больше, потому что я вот как раз ездила по Европе, по Азии, по Турции я часто бываю. Вот, как-то вот по странам. Ну, не так сказать, что прям я очень много где была, но все равно, ну, стран 8 я объехала. В этом году, по-моему, 6. И я смотрела, конечно, на мужчин. Ну, не знаю, то ли мне попадается, то ли у меня все равно в голове какой-то пунктик стоит, что я не вижу там для себя мужчин. Ну, вот как-то, ну, чисто даже внешне. Ну, хотя я знаю, есть очень, везде, везде, везде есть те, которые могут мне отозваться. То есть я открыта. У меня нет такого четка, что вот только такие, вот такие. Ну, русскоязычные мне как-то все равно ближе. Вот, ну, процент, да, то, что вот я обращу на них внимание, наверное, все-таки больше. Но опять же здесь должна быть искра. Вот опять я про, да, будет искра, я думаю, что там и с остальным всем разберемся. Вот, по поводу сайтов, по поводу знакомств. У меня тоже была очень интересная история. Я и на сайты ходила. Ну, честно говоря, я так ходила очень мало. И, ну, действительно, там нужно время. Там нужно ходить на свидания. Там нужно там постоянно сидеть на них. Там, да, вот как-то смотреть, чего и как. В общем, это дело у меня по сайтам не задалось. Ну, я знаю, что многие сейчас современные люди действительно находят там своих половинок. Потому что действительно, особенно мужчины говорят. Просто был такой вопрос с одним мужчиной. Ну, он действительно такой успешный. Он говорит, что я буду ходить по улице, заглядывать в глаза, что ли? Я лучше туда напишу. И, соответственно, я буду отбирать. Да, мужчине вообще тоже. Вот невесту ему подобрали, да. Ну, то есть они приходят, он смотрит, что вот это. А там уже происходит какое-то знакомство. И это действительно сейчас, я тоже в свое время думала, что это такое, мало можно встретить, больше мошеннических там схем. Ну, чем больше я вот сейчас вот живу, общаюсь с теми людьми, которые там общаются, действительно находят и действительно есть смысл. Вот, наверное, может быть, я тоже сейчас буду чуть посвободнее время, после января. Может быть, я займусь вот этим. То есть я реально и в прямом эфире буду рассказывать, как, чего, там, какие-то нюансы. Очень будет интересно. Я думаю, что мы это обязательно сделаем. И второй момент про свах. Я тоже обращалась туда, думаю, ну, что я буду сама дергаться, да. Мне подберут варианты, я буду выбирать из этого. И я даже с одной свахой созвонила, и все замечательно рассказала о себе. Она рассказала очень много подводных камней об этой сфере, что сейчас много там обманывают. Там, допустим, даже в Москве, и что там подсовывают, ты хочешь одного тебе подсовывать. Например, вы хотите генерального директора какой-то компании, а вам водители его, да. А там ведь как? Там пять свиданий тебе дают за ту сумму, которую сваха берет. Все. Потом ее не интересует. Если ты не выбрала, это ваши проблемы. А когда я узнала сумму, которую мне объявили за эти пять свиданий, честно говоря, девочки, у меня челюсть-то поупала. Я человек, как говорится, у меня хорошо все с финансами. Я могу себе позволить какие-то такие услуги. Ну, это было сто тысяч за пять свиданий. Одно свидание – двадцать тысяч. Знаете, я этих свиданий могу на сайте знакомств набрать за бесплатно. Зачем мне это нужно? Вот. И они еще очень много уговаривают. Это уже я с другой девочкой говорила, которая тоже проходила через это. Они, ну, не все, наверное, агентства. Просто это опыт женщины, которая, как говорится, с этим столкнулась. Что они уговаривают, особенно женщины, особенно те, которые уже за сорок и больше, такими словами, что, типа, куда тебе уже? Ты и так старый, молодых полно, а ты все еще кочевряешься. Вот бери, тебе дали прекрасный вариант, да, иди и вот сними это. Ну, как бы женщина такая, так, самооценка не у всех хорошая, да. Недовольная себе женщина. Еще плюс такое, и она вроде как и согласная и прочие такие моменты. В общем, здесь очень много тонкостей. И идите туда, где вам взывается. Ну, есть желание и возможности к свахам пойти. Идите за деньги. Пройдите этот опыт. А кто его знает? А может, действительно, там ваша половинка. Ну, мне вот, знаете, как-то отрезало. И, кстати, мне буквально вот позавчера сваха это же и написала. Я в начале самого этого года с ней общалась. Вот. Она говорит, Полина, вы не нашли себе еще? Я говорю, вы знаете, у меня были отношения в этот период времени. Очень хорошие, очень классные. Я пришла, и я отпустила этот вопрос, на самом деле. Отпустила внутри. То есть у меня нет вот этого вожделения, там, выйти замуж, найти партнера. У меня состояние, знаете, какое классное. И вот когда вы, девочки, такое получите, станете, но над этим нужно работать, то и мужчина придет в подобном состоянии, отзеркаленном. Мне хорошо и одной. Я вот представляю, если я до конца жизни останусь одна, мне хорошо самой одной. Мне кайфово. Мне есть чем заняться. У меня свое дело. У меня семья, мои дети, единомышленники помогают мне. Я балдею, кайфую от жизни. Я легкая, я свободна. У меня нет заморочек ни по какому поводу. Все у Вселенной во благо, и все хорошо. У меня бывают три состояния. Очень хорошо, очень-очень хорошо и очень-очень-очень хорошо. Другого у меня нет. И если я останусь одна, очень хорошо и очень хорошо, и очень хорошо. Если придет вот та искра, эта вторая половинка, это будет очень-очень-очень хорошо. И я готова к этому. Но у меня нет этого вожделения, страха остаться в одиночестве. И я ей рассказала, что я говорю, вы знаете, придет-придет, не придет ни одной кайфово. Но она мне так ответила, что ответ мудрого человека. Ну, вот это должно быть так. Потому что вот этот страх одиночества, он как раз толкает лишь бы каким отношением. Лишь бы закрыть потребности, лишь бы быть за кем-то или быть рядом и потом мучиться. Без любви, мои дорогие, долго все равно ничего не протянет. Если, конечно, обоюдные выгоды и один, и другой партнер, чисто чтобы закрыть друг другу потребности, ну, наверное, это партнерский какой-то союз, он вполне тоже может. И может быть он быть гармоничным в своем каком-то формате. Но все равно же, куда без любви? Куда без вот этой духовной близости, вот этой тяги друг к другу? Это мы очень много теряем. И, возможно, где-то рядом он ходит, ваш партнер, а вы пересиживаете карму вот по этим вот закрытиям потребностей. Алина, ну вот у нас уже эфир заканчивается. Видишь, как всегда час пролетел быстро. Ну, естественно, мы и продолжим этот разговор. Но у меня еще вот такой последний, может быть, в этот эфир вопрос. Вот ты сказала, что женщина, ну, мужчины любят легких женщин. Там, ну, если говорить по архетипам, наверное, больше архетип девочки или там такой архетип любовницы, который вот, ну, не создает мужчине проблемы, но создает ему эмоциональные вот такие переживания, что он понимает, что каждый день его насыщен чем-то вот этими чувствами, ощущениями. То есть его жизнь не пуста, и вот это все время такое путешествие в жизни вдвоем ему очень нравится. Такой вопрос, ответь просто кратко. Нужно ли дожидаться, вот она вступает на этот путь, я хочу свою вторую половинку, нужно ли дожидаться, пока я совсем вот очищусь, там стану, не знаю, просветленной, там какой-то вот там прям чуть ли не ангелом. Или вот какая я сейчас есть, я все-таки хочу встретить мужчину, но я понимаю, что мне придется в этих отношениях все равно трудиться. Нет, ждать однозначно нельзя. Это потому, что если вы будете сидеть ждать чего-то там, то ли с другой стороны, то ли со своей стороны, оно ничего не будет происходить. Важно, еще раз говорю, мы только в отношениях можем отшлифовать себя. Вот в чем смысл. Вам нужен условно тренажер, вот как накачать мышцы. То есть вы что-то все равно делаете. Соответственно, ну вот в хорошем смысле, я говорю, партнер это тренажер. Жесткий партнер, мягкий партнер, какой-то, ну вы там тренируетесь, вы меняете мышление, отношение к ситуации, к людям, к самой себе, к миру, к Богу, к Творцу, к отношениям. То есть все меняется от того, что вы, можно сказать, взаимодействуете с партнером. Поэтому ждать не нужно. Именно хорошо, что если к вам приходит какой-то партнер, благодарите Вселенную, что вам пришел партнер, с которым можно себя отшлифовать. И если вы глянете на отношения именно с этой позиции, не то, что я хочу за нужд, не то, что я хочу там какую-то защиту, а отшлифовать себя. И смотрите, чем я могу с ним, да, вот другой взгляд, это другой ракурс, это другой уровень. И поверьте мне, совершенно будут другие отношения. И женщине действительно нужно быть легкой. Мужчине нужна разная женщина. Учитесь играть разные роли. Потому что, когда я была в последних отношениях, и когда смотрел на меня вот этот мой партнер, я говорю, какая ты разная. В постели, говорит, ты одна. Дома ты, когда там бегаешь, там, это девочка-девочка. Когда ты, говорит, говоришь с своими сотрудниками, это бизнес-леди там, да. Когда ты ведешь вебинары, это мудрец какой-то. Ты, говорит, космос. Это просто вот совершенно-совершенно разные грани и включаются разные роли. Нужно учиться переключаться. То есть, если вы женщина на работе ночами, придите и включите другое. А как? Многие не знают, как это делать. Соответственно, этому кто-то учится на тренингах, кто-то учится это по книгам, сам тренируется. Но в любом случае этому нужно учиться. И это нарабатывается. Это нарабатывается, я сразу девочкам скажу, нет такого, чтобы вот этого навыка никогда в вашей жизни не было. Просто желание, намерение усиления вам даст какие-то материалы, какие-то тренинги, какие-то курсы. Вот мы очень здорово тренировались. У нас был выездной тренинг «Я свободен в Турцию», девочки. Мы как раз женственно, сексуальность, были такими кошечками, лапоньками, мягенькими. Учились расслаблять своих партнеров. То есть, все как раз обучались. Так что, мои дорогие, приезжайте на любые тренинги, курсы, приходите, марафоны интенсивные, реально у вас будут очень быстрые подвижки. Это однозначно. С удовольствием вас жду. Особенно вот интенсив 24 декабря. По обиде мы будем снимать претензии, вообще очищаться перед новым годом от обиды. И 27 у нас закрыт интенсив за символические деньги, 590 рублей. Это 4 часа будут. Самые лучшие практики из моих курсов. Спасибо большое, Полина. Да, конечно, мы заканчиваем эфир тем, что мы приглашаем к Полине на ее и онлайн-курсы, и оффлайн-встречи, и выездные ретриты, курсы, и тренинги, и так далее. Почему? Потому что как раз мы говорим о том, что вот сейчас Полина сама готова вступить в отношениях, но это не значит, что она что-то ждет. Она просто живет своей полной жизнью. Она в служении, она в благодарности, она помогает другим людям, и в том числе и людям, которые хотят найти свою вторую половинку. Наш эфир предновогодний. Мы уже вступили в эту пору, когда вот эта энергия Нового года, она ощущается. Поэтому мы желаем Полине успехов, удачи, любви, встретить свою половинку. И всем вам мы желаем счастья в каждом году.